всем привет добро пожаловать на мой канал сегодня у меня новый лайф влог кому интересно оставайтесь со мной приятного вам просмотра сегодня 29 марта вторник сейчас 12 часов дня я в общем-то только встала в зимнее время вы знаете я люблю вставать рано мне нравится темное время суток поэтому я в это время максимально активно но сейчас уже довольно там 6 утра уже светло поэтому не интересно сплю столько сколько мне хочется сегодня у нас уже вроде как плюсовая температура по крайней мере я читала в новостях парков которым я люблю гулять что сегодня вроде как плюсовая а завтра солнце ну как бы я собиралась сегодня поехать на цска погулять как раз таки но я подумала что наверное нет я сегодня еще никуда не поеду тем более что сегодня обещали дождь а он уже со вчерашнего вечера то метель то дождь вот поэтому я решила некоторые дела по дому по youtube сделать единственное что я до ближайших всяких магазинов по району схожу потому что нужно купить еду собаки ну в общем то такие моменты но это будет где-то наверное во второй половине дня вот собственно сейчас уже идти снег что падает на сейчас у меня в планах приготовить завтрак вообще я завтраку и до 12 и сейчас даже все равно стараюсь хотя бы там в 11 30 кстати приготовить завтрак ну сегодня то ладно как есть это не страшно я в любом случае даже минималку вчера по калориям не съела то есть по идее мне вообще было сначала 900 чем-то потом я ну я поздно легла и я была по вот эта паническая атака все дела ну и мне вообще ничего не хотелось мне понимала что наверно надо все-таки поесть я творила немножко каши вот но все равно там тысячу тысячу калорий наела вот я села завтракать как всегда кофе и каша зеленью уже позавтракала сейчас я умылась но умываюсь я как всегда пенкой от особой серии единственное только я не протерла лицо тоником от особой серии ну ладно и у меня вот была маска аж с 15 марта вот это вот сэвен-дэйс мими-мишки при макияж и пост макияж но естественно тканевые маски я уже выбросила кстати хорошие маски мне нравится но здесь просто очень много жидкости поэтому я ей пользуюсь храню в холодильнике очень приятный запах у меня вообще нравится ну в принципе у меня тонер от новосвит который я обожаю но раз уж я открыла маску чё выбрасывать вот это вот согласитесь вот руками я туда не это самое вот так вот выливается здесь реально очень много жидкости вот так что сейчас я нанесу крем под глаза у меня как сыворотка вот этот джиншеневый от невской косметики сверху я поверх этого крема нанесу я даже не знаю учитывая что я сегодня не планирую только вечером выходить дай бог из дома то вот вот это вот это крем вечера от фабрики свобода и я туда добавляла алоэ вера так ну а на лицо крем карина от фабрики свобода вот у меня в такой баночке в принципе все стандартно ничего особенного так что еще ну зубы почищу тут у меня заканчивается паста надо на завтра записать купить себе и пожалуй несмотря на то что здесь есть вторая все таки повторю наверное эту пасту все таки я ее повторю хотя ну просто вообще у меня к ней нет нареканий кроме как то что там есть втор я бы конечно хотела какую-то вторую водка без фтора это у меня вот это но она омерзительная несмотря на то что я люблю пасты биомет но я уже рассказывала что кокосовая люди нылины или что она нежная а я ее очень любила и не один год покупала потом они изменили формулу она стала уже не такой нежный и убрать перестала к тому же она отбеливающего взяла по акции попробовать вот эту но она омерзительно просто омерзительно и повышает чувствительность зубов по крайней мере моих вот это просто хорошие ну как то так вот краситься я буду только когда пойду по магазинам я уже успела снять хобби влог до раскрашивать все что собиралась сейчас я пообедала у меня был суп пюре как раз его сегодня доела морковку сгрызла и сейчас пью какао с обезжиренным молоком потом я пойду снимать раскрашенное за месяц ну а дальше буду все это загружать подписывать ну и в общем то надо может быть сначала все загружу потом пропылесосить обязательно надо и отправиться за покупками потом уже буду подписывать не знаю в каком-то таком порядке но сейчас вот после какао буду видео записывать сейчас без 15 8 вечера я ходила в магазин верный купила там собаки или и сейчас тоже ему иду вот в ближайшую пятерочку она она прям напротив моего дома ну и буду покупать ему гречку если она там есть вообще конечно жесть учитывая что собаки можно только гречку в перемешку ну может быть с рисом но опять перемешку они чистый рис как-то он все есть но ему нельзя ну макароны я уже дома снимать буду без штатива потому что тот который на столе у меня стоит где раскрашиваю мне не хочется сюда тащить другой там держатель сломался я не могу найти второе где лежит в общем сейчас покажу кучу продуктов которые я купила сразу говорю что это не никак в общем то не связано с тем что у нас тут был ажиотаж тем более что но я не знаю как в других городах у нас москве в принципе уже в большинстве магазинов и гречка появилась но сахаром я не интересовалась мне без разницы гречка появилась везде причем мог в нашей пятерочке около дома 92 рубля а напротив пятерочка там 86 ну короче говоря в любом случае все появилось в прошлом месяце я для собаки брала необходимый запас на месяц успела вовремя слава богу поэтому я весь месяц жила абсолютно спокойно ну и как раз вот месяц завершился и по пора было делать закупку конечно последнее время я старалась просто нужно пойти купить но и сейчас я не думаю что будут какие-то перебои но все равно мало ли что потому что если сама я могу съесть что-то другое то у собаки проблемы со здоровьем а ему как бы он то свет все что угодно как я уже неоднократно говорила но не все можно в магазине верный я приобрела 10 упаковок фарша вот марка своя называется 500 грамм здесь я и себе такой фарш беру у меня в принципе в морозилке для себя 7 упаковок ну как бы я там делаю пельмени но это у меня все идет как бы в небольшом количестве но тем не менее она имеется вот и я собаку перевела сейчас на фарш потому что фарш купить проще чем к сожалению куриные спинки да и мне возни меньше а ему мясо больше а вот всегда эти я помню время когда и по 49 они были потом по 59 с копейками буквально пару дней назад этот фарш стал 69 я не взяла а нужно было потому что сейчас он уже ну считайте 80 рублей в любом случае это выгодно поэтому вот 10 упаковок взяла надо будет это все разместить в морозилке далее 5 пачек гречки 4 для собаки и одну пачку для себя в общем по восемьдесят шесть рублей ну по 87 так с копейками это я взяла в пятерочки вот вообще я раньше кормила собаку чисто гречка и сейчас вот решила пока перевести на что-то такое смешанное завтра мне надо будет купить пачку риса я как раз одну пачку смешиваю вот с этим четырьмя пачками гречки ну и как бы нормально ему вот ну и короче себе одну также я приобрела 11 пачек макарон для собаки здесь вот эти рожки и перья ну с одной стороны да это не лучшая еда для собаки но скажем так никак плохо вот эти макаронные изделия на него не влияют слава богу поэтому можно с гречкой с рисом чередовать и вот я так уже поэкспериментировала месяц все вообще прекрасно тем более что помимо этого у него есть и фарш и я еще куплю ему эти самые косточки говяжьи там достаточно мяса вот плюс я ему варю бульоны так что для собаки это вот для моей конкретно нормально как бы он конечно и овсянку поела еще что-то но ему нельзя потому что у него есть ряд проблем со здоровьем при которых к сожалению возникают проблемы если он ест какую-то другую крупу так что как-то так для себя я взяла то есть вот это все кто впервые на канале это ровно за месяц собака съест ну и я соответственно пачку гречки потому что это моя основная еда то есть тут четко просчитана ровно на месяц верном я взяла по 18 или 19 лет по 18 рублей с копейками может 19 вот эту овсянку я всегда беру такую недорогую мне нравится нормальное качество добывает варится дольше бывает меньше где-то вот этой силу и больше где-то меньше но так или иначе меня она устраивает пятерочки она уже 20 или 22 рубля с копейками а в верном было подешевле это тоже мне на месяц у меня где-то четыре с половиной пачки уходит у меня одна по моему или по моему пол или полторы в запасе так что это все вот съедается а дальше я взяла огурец себе огурец был на я не помню что то ли 139 рублей за килограмм в общем как-то так это я брала верно но мне такого огурца хватит на 45 дней дальше я взяла пакет яблок в пятерочки 87 или 89 рублей за килограмм здесь ну полтора килограмма короче я сделаю шарлотку ну и плюс также по поесть как правило я съедаю по одному яблоку в день туалетная бумага по моему по шесть рублей с копейками в пятерочке я всегда вот эту беру бумагу без втулки как правило она хорошего качества бывает конечно жесткая но чаще всего она довольно мягкая и вот 7 упаковок я взяла но в смысле 7 рулонов далее по 50 чем-то рублей взяла морковь тут по моему больше килограмма вроде бы конечно я считаю что она того не стоит но куда деваться сыр взяла тоже в пятерочке 350 рублей за килограмм 11 пачка макарошек ну на самом деле вот если за гречку ну понятно с ней уже все стабилизировалась но я еще как-то переживала потому что думаю ну мало ли вот опять вдруг будут перебои хотя я понимаю что не будет но для моей собаки это реально необходимо так что я спокойно за фарш но мне тоже было важно купить сразу а потому что это ежедневные рацион и иногда приходишь в магазин он не совсем рядом с домом и там просто этого фарша иногда не бывает поэтому мне тоже важно что касается макарошек они были всегда даже когда вот этот ажиотаж был вот они там лежали никто их не трогал и можно было не брать впрок но у нас сейчас и лифт делают еще целый месяц будут делать я хоть и не ленивая но честно не хочу этим заниматься у меня вообще морально спокойнее когда вот у собаки все есть то есть я знаю что я открыла холодильник или там скафы у меня все для собаки есть необходимое это просто вот идеально картошка по 39 рублей в пятерочке ну наверное тоже с копейками качество не понравилось но взяла чего поделать как бы так надо это убрать на пол сразу со стола потому что ну некуда здесь уже класть помидоры или по 207 или по 209 рублей за килограмм я взяла как всегда один тоже помидор мне хватает на 4-5 дней больше не беру иначе испортится вот я в данном как раз случае не набираю лук по какой-то непонятной причине отвратного качества стоит 49 с копейками в пятерочке да и не только в пятерочке это вообще безобразие капуста 112 но я ее естественно брать не буду вот пока не подешевеет обойдусь вот эту большую луковицу это я собаке бульон варю это поменьше мне набирать не стала потому что во первых я считаю что этот ценник завышенный во вторых у меня еще пара луковичек есть верным как всегда я взяла финики там белкина бывает марка и просто фасованные главное я не беру в лотке я вот с детства ненавижу в лотке потому что они вечно от вратного качества эти финики они хорошие хотя да если читать про них какие правильно какие неправильные то конечно считается что но они как бы настоящие финики они вообще более вроде как настоящие не обработаны они более светлые это блестящие знать чем-то их обработали я не знаю как бы но те финики мне откровенно не нравится я их во первых редко вижу да и в обычных магазинах и их вообще не встречаю это первое во вторых как бы они мне даже внешне не нравится я лучше вот вот эти возьму я их никогда много не ем а один-два финика в день правда сегодня я съела побольше там у меня получилось около ста калорий но я в магазин три раза ходила плюс собакой то есть четыре раза почти на самый верхний этаж короче у меня нагрузка то еще было и я даже ну по минимуму калорий набрала поэтому нужно было для сил а яблоки кстати но они как бы микс но то то яблоко которое я взяла в него все был вкус какой-то арбуза и очень-очень вытянистое яблоко было но вроде бы все были покупки то есть собаки там еще нужно будет либо нового парочку говяжьих косточек купить на бульон еще возможно пару упаковок трахей ну вообще получается у меня вот даже с новыми ценами на вот эти вот ну в общем на фарш у меня получается для собаки в месяц с овощами с косточками 1600 рублей где-то вот ну максимум там 1700 как-то так вполне бюджетно но разнообразно то есть вот еще до рис надо взять так это видео я буду завершать если она понравилась ставьте лайк подписывайтесь на канал заходите в инстаграм 3 семерки рыжие три восьмерки на яндекс цен в контакт желаю вам здоровья настроение вдохновения до скорой встречи пока пока